Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Молдова в эти дни принимает гостей Молдо-Российского экономического форума, который проходит под эгидой президента страны Игоря Дадона. Организаторами мероприятия выступает Российско-Молдавский экономический совет при поддержке Большой четверки российских бизнес-объединений, Деловой России, Опоры России, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей и Агентства стратегических инициатив. Сегодня у нас в студии гость президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина. Здравствуйте! Добрый день! Александр Васильевич, я следил за тем, как стартовал форум и обратил внимание на то, что к нему проявлено не просто большое, а беспрецедентное внимание как моих коллег-журналистов с других средств массовой информации, так и молдавских бизнесменов. Я обратил внимание на достаточно очень весомый российский десант, который вы, в частности, тоже представляете, как президент Общероссийской общественной организации «Опора России». И, конечно же, задаюсь вопросом, как и множество моих коллег, почему такое внимание к этому форуму? Как, на ваш взгляд, организован этот форум и насколько это интересно сегодня Российской Федерации? Ну, во-первых, мы приехали по приглашению Игоря Николаевича Дадона, и чтобы столько привезти предпринимателей, причем эти люди уже сделали бизнес в России, в каких-то других странах. Состоялись как бизнесмены? Состоялись как бизнесмены, у них есть капитал, есть что вкладывать. Это плод того, что у нас был диалог. Игорь Николаевич Дадон, вы знаете, привозил молдавских бизнесменов в Москву, у нас там был достаточно откровенный и интересный диалог, проходил в гостинице «Националь». Затем мы встречались уже в Санкт-Петербурге, на Санкт-Петербургском экономическом форуме в мае. И вот итогом этих бизнес-контактов, политических контактов, стало решение возобновития, мол, да российские экономические форумы. И после длительного перерыва первый такой форум проходит сегодня в Кишиневе, в Республике Молдова. И принципиально мы договорились, что в следующем году мы постараемся сделать такое же мероприятие уже в России. С тем, чтобы диалог не прекращался. Ведь если у меня есть деньги или у вас есть деньги, для того, чтобы принять решение и где-то начать какой-то бизнес, нужно доверять этой стране, нужно понимать, что там есть стабильные налоговые, экономические, политические режимы, доброжелательные отношения к российскому, к примеру, инвестору. А ведь так просто никто рисковать не хочет. И когда такие форумы проходят, а сегодня я был модератором сессии по агропромышленному комплексу, там был большой зал, но он не вместил всех желающих, поскольку особенно к этому сектору экономики, видимо, огромный интерес. Молдова всегда славилась своей культурой агропромышленного производства, своими трудолюбивыми фермерами, с качеством земель. Ту продукцию, которую выращивает Молдовия, ее всегда в России считали качественной. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, успех этого форума в том, что мы, как бизнес-объединение России и команда Игоря Николаевича Дадона провела перед этим огромную работу в течение, наверное, полутора лет. И вот результат. Людям это интересно. Люди находят в себе партнеров. Очень много молдавских наших коллег, они прямо призывали создавать совместные предприятия, видят те торговые барьеры, которые, к сожалению, в последнее время создаются в мире, не только в отношениях там, к примеру, в Европе. Смотрите, что происходит между Америкой и Китаем. И чтобы противостоять этому, нужно быть интегрированы друг друга. Молдавские предприниматели должны четко представлять правила, по которым сегодня играет российский бизнес на своем рынке. А мы должны понимать, какие правила здесь. С тем, чтобы то, что мы создадим, а я уверен, что появятся новые производства, в том числе в Молдавии, да и в России, оно будет успешным. Никто не хочет потерять. Все хотят выиграть. В том числе, это ведь и люди. Если ты сделаешь бизнес, ты приглашаешь на работу сотрудников, платишь им зарплату, платишь налоги. И мы все хотим, чтобы эти люди, они верили в том, что то предприятие, куда они пришли работать, оно будет работать долго, да, и будет достойно платить им зарплату, а у них будет перспектива карьерного роста. Поэтому вот импульсивных решений бизнес сегодня не принимает, это точно. Я заметил. И я хочу со своей стороны отметить, что наблюдая за тем, как проходили сегодняшние, вот первые сессии, и эти сессии для наших телезрителей, хочу напомнить, что там все можно увидеть на нашем сайте и если это интересно российской стороне, всегда можно будет, например, еще раз просмотреть, как это проходило. Так вот, наблюдая за всем этим, я видел действительно нескрываемый интерес. Я видел не просто намерение послушать. Я, разговаривая с вашими коллегами с молдавской стороны, ощущал желание уже приступить к реализации чего-либо. То есть, вот сделать уже какие-то первые шаги по освоению той или иной, как говорят у нас в бизнесе, темы, имеется в виду, может быть, уже заложить первый или фундамент для, например, какого-то совместного предприятия в той или иной сфере. Вот есть ли у вас ощущения, ну, вот таких вот возможностей, например, вот когда вы общались с своими коллегами по секции агропромышленного комплекса, насколько контактна молдавская сторона с представителями российского бизнеса? Очень были яркие выступления молдавских предпринимателей. Вот Виталий Горинчой, президент ассоциации производителя экспортеров фруктов, он там шквал аплодисментов своим выступлением вызвал. Видно, что человек очень давно работает в этой сфере, глубоко переживает за членов своей бизнес-ассоциации. Мы обсуждали разные вещи и торговые барьеры, и пошлины, и логистику. Приятно, что очень глубоко погружены в рынок молдавские предприниматели. Все говорят, что главное это клиент. Есть клиент, нет клиента, все значит, либо есть бизнес, либо нет бизнеса. Все были обеспокоены тем, что, к сожалению, за последние несколько лет молдавские производители продуктов питания, они серьезно потеряли в российском рынке, призывали взаимному снятию барьеров. Мы со своей стороны рассказывали, что у нас изменилось за это время. Как вы знаете, что после закрытия в 2014 году российских рынок мы это сделали вынужденно, отвечая на те санкции, которые не мы вводили в отношении нашей страны. И если в 2014 году у нас обеспеченность продуктами питания была порядка 40% собственными, то сейчас уже почти 80%. И сектор сельхозпереработки в Российской Федерации растет двузначными цифрами последние годы. Это один на самых динамично развивающихся сегодня секторов. Туда пошел капитал, очень серьезный капитал, в том числе европейские компании, они, чтобы не терять российский рынок, они переигрывают своих политиков, я вам честно скажу. Вот, к примеру, компания Валио, чтобы не потерять российский рынок, а мы знаем его как одного из ведущих производителей молочных продуктов, масел на северо-западе России, очень любят и уважают продукцию этой торговой марки, она просто перенесла одно из своих производств в Россию, в Ленинградскую область. И теперь это российский продукт. Рабочие места российские? Конечно, без всяких торговых барьеров, никаких пошлин. Они прямо, я считаю, сделали стратегическое решение, они этим решением довольны. То же самое, если это серьезный молдавский производитель, почему бы ему не открыть свое производство на территории Российской Федерации и все, никаких барьеров не только на Россию не будет. Не будет на Казахстан, на Белоруссию, на Киргизию. А учитывая динамику наших сегодняшних отношений с Китаем, я думаю, что мы шаг за шагом сейчас открываем китайский рынок. Вот буквально на днях было принято решение о том, что Китай допускает на свою территорию российскую говядину. И мы и дальше будем двигаться в этом направлении, чтобы нам плотно выйти на рынок 1 миллиард 300 миллионов потребителей. Почему бы через Россию молдавскую продукцию не запускать на китайский рынок? То есть шелковый путь только в обратную сторону. Всегда работал. Он так всегда и работал. Мы просто, может быть, иногда об этом забывали, но ведь всегда почему были такие тесные связи. Через Россию, Казахстан всегда шли товары в двух направлениях. И наши купцы, наши прародители, в том числе жители Молдавии, они же этим пользовались, этим шелковым путем. Я, если правильно понял, ну вот смотрите, если до 2014 года наши производители плодовощной продукции и виноделия конкурировали на российских полках с своими европейскими коллегами, то после 2014 года, вот сейчас уже, например, в нынешние, в эти годы, в эти дни им приходится или пришлось бы конкурировать уже с российским производителем. И так ведь получается. Абсолютно правильно, да. Мы были вынуждены пересмотреть приоритеты и крупный капитал, да и средний, и малый. Многие вложили деньги в переработку, мы покупали технологии. Кстати, по виноделию Россия за пять лет, ну, это мы совершили определенный скачок в развитии. Те технологии, которые сегодня используют, ну, сюда приехал, к примеру, крупный производитель Абрау Дюрсо, Борис Титов привез своих директоров. Нет, это Анапа. Анапа, да. В Крым сейчас тоже вкладываются и наши производители традиционные, и иностранные, и европейские компании начали смотреть, чтобы там производить эксклюзивные сорта вин. И мы сегодня накопили тот опыт и тот капитал, который можно инвестировать и в Молдавии. Было выступление крупного российского холдинга, который теплица делает. Вот объем инвестиций в один такой огромный комплекс логистический, тепличный, он оценивается порядка два миллиарда лей, и он способен создать две тысячи рабочих мест со средней зарплатой где-то 600 долларов. Поэтому, конечно, многие бы хотели такого инвестора получить здесь. Ну, действительно, для нашей региона, для Молдовы, в частности, зарплата 600, ну, цифру, которую вы назвали, да, это, в общем-то, достаточно серьезно. Это, во-первых, позволяет жить дома. Мы страна трудовых мигрантов, у нас, например, около миллиона, по неофициальным данным, официальные данные гораздо ниже, но по данным, будем говорить, так сказать, общечереческого характера, это где-то порядка миллиона, если не больше, только в Российской Федерации работает, и еще где-то порядка 500-700 тысяч в странах Евросоюза. Это разделенные семьи, это в любом ее виде, то есть муж или жена отдельно работают, либо дети оставлены здесь, и часто это вот такое разделение семьи заканчивается трагично для самой семьи. Кстати, ну, часто нам приходится журналистам говорить о своих выпусках новостей, о таких случаях, когда, ну, погибают дети, когда семьи просто прекращают свое существование, потому что кто-то ушел. И в связи с этим, конечно же, мне кажется, наверное, одно из главных ожиданий молдавского бизнеса – это возможность открытия рабочего места здесь, для того, чтобы вернуть этих людей сюда, на родину. Насколько эти ожидания могут быть реализованы по итогам этого форума? Ведь понятно, что можно, да, для того, чтобы либо включиться в логистический такой, знаете, такую логистическую интервенцию на китайский рынок, да, возможно, нужны какие-то, допустим, свои производства для переработки молдавской продукции на территории Российской Федерации. Но, наверное, хотелось бы и обрести здесь определенное количество рабочих мест для, сами понимаете, для укрепления и национальной экономики, для укрепления государства, потому что возврат граждан домой – это, мне кажется, сегодня одна из самых важных и больных тем для Республики Молдова. Вот этим, кстати, вызван интерес то, что сюда много российских предпринимателей приехало. Причем, в основном, это такой средний бизнес с оборотом где-то 500 миллионов лей годовой. Я уже научился переводить леи в рубли и больше. Они, многие говорят о том, что… Это хороший знак, это уже говорит о том, что уже все просчитывается, это очень важно для нас, ощутить этот градус интереса. Ну, мы же не политики, мы бизнес-объединение, поэтому мы все считаем, поскольку мы ответственны за тех людей, которые у нас работают, если так перефразировать Антуана Сен-Акзупери. И эти люди говорят о том, что мы научились сегодня конкурировать с международными производителями у себя. Но мы понимаем, что российский рынок, он хоть и большой, там с Еврозесом это 180 миллионов потребителей, но европейский рынок это почти 500 миллионов потребителей и уровень доходов там пока выше, чем в среднем в наших странах. И почему бы не производить в Республике Молдова и не поставлять вместе на европейский рынок? Это будет уже сделано в Молдове, стоять бренд. Мы надеемся, что здесь будут хорошо решаться вопросы сертификации, что сертификаты Республики Молдова будут признаваться Европейским Союзом. И почему бы не поставлять отсюда? Здесь логистика проще, здесь у людей есть желание и компетенции работать в сельхозпереработке, в виноделии. А для нас это тоже проще. Если зачем тащить за тридевять земель, когда можно произвести качественную продукцию здесь и поставлять ее прямо ближайшим, так сказать, потребителям. Вот она через границу. И у Республики Молдова у нее уникальная ситуация в том, что вы с одной стороны сумели сохранить хорошее отношение с Российской Федерацией при всех там перипетиях. У нас очень много людей, которые здесь имеют родственников. Вот у меня в делегации есть даже люди, которые здесь родились и стали состоятельными бизнесменами в России. А с другой стороны, у вас есть соглашение с Евросоюзом, вы имеете там какой-то статус и почему бы совместно не производя здесь, не имея языковых барьеров, культурных барьеров, не поставлять уже молдавскую продукцию на европейский рынок. И вот это, наверное, главный интерес тех инвесторов, которые сейчас сюда приехали. Но они все задают один вопрос. А будет ли политический климат доброжелателен к российским инвестициям? А не будет ли создаваться каких-то, ну, искусственных иногда барьеров? Не произойдет ли какое-то изменение правил во время игры? Часто бывает. Бывают экономические, да. Вот у вас сейчас и свободная экономическая зона. Не поменяются ли правила игры? Мы иногда, к сожалению, сталкиваемся не совсем понятным поведением даже к рядовым гражданам при даже пересечении границы Республики Молдова. И мы задаем вопрос, а зачем вот если обладаете такой уникальной ситуацией, когда вы можете работать на два рынка, и на российский, и на европейский, когда вы можете привлекать и европейские инвестиции, и российские инвестиции, то нужно научиться на этом хорошо зарабатывать. Я вот напомню историю России. Вы, наверное, знаете, что самые богатые, ну, до революции, да, регионы России, это было по Волжье. Почему? Потому что в свое время Россия научилась, используя реку Волга, и соединила между собой Гонзейский союз, это в основном немецкие там страны, Северное море, и республики Италии. И по Волге, поскольку было опасно идти морским путем, именно Россия богатела на этом. Целые города, такие как Нижний Новгород, Казань, на этом просто разбогатели, и сегодня вот этот вот исторический, может быть, опыт, он сам Бог велел создать здесь, в Молдове, именно научиться работать над тем, что с одной стороны вы можете и умеете поставлять в Россию, привлекать оттуда капиталы, компетенции, а с другой стороны вы имеете и опыт, и умение работать с европейским рынком, и это становится интересным не только для российских инвесторов. Если вы научитесь это делать, быть доброжелательными для инвесторов, вы можете сюда привлекать и китайских инвесторов, к примеру, которые сейчас тоже думают о глобальных рынках, турецких инвесторов. Я вот знаю, что Игорь Николаевич Дадон на днях встречается с президентом республики Турция, и наверняка вопрос будет стоять и об инвестициях, прежде всего, кстати, в сельхозяйственную сферу, поскольку, ну, турки прекрасно умеют делать обработку сельхозяйственной продукции и выращивать ее. Ну, наши сейчас главные конкуренты даже на нашем внутреннем рынке, это не странно. О чем еще, на ваш взгляд, успели поговорить ваши коллеги вот на площадках, на площадке этого форума? Ну, кроме знакомства, кроме первых каких-то контактов, есть ощущение, что форум закончится заключением каких-либо, не просто соглашений, а контрактов? Вы знаете, у нас была такая длинная пауза, она была неправильной. Ведь, чтобы подписать контракт, реальный контракт, на инвестиции, с человеком нужно не раз встретиться, может быть, да, и даже не одну бутылочку вина молдавского выпить хорошего. За беседой. За беседой, да. Душевно и деловой. Нужно приехать к нему на сельхозугодие, он должен тоже понимать, с кем он связывается, да, ведь создание совместного того же предприятия, это можно, значит, аналогия, это создание семьи, да, и последствия распада этого предприятия тоже болезненно. Надо просчитывать не только первые, наверное, шаги сближения, но понимать, как будем расставаться. Поэтому, поскольку это первый форум после большого такого перерыва, то я думаю, что, может быть, реальных инвестпроектов их будет не так много, но они хотя бы начнутся. Во всяком случае, вот мы собираемся подписать соглашение «Опора России» с президентом Ассоциации производителей и экспортеров Виталием Горинчоем, нам очень понравилось, вот насколько человек принципиальный, защитник интересов молдавских производителей. И я знаю, что многие из моих коллег, они собираются поехать в субботу, в воскресенье к тем людям, которые их заинтересовали своими предложениями. Ну, с такими людьми легко договариваться. Ты понимаешь, что перед тобой человек, который четко знает, чего он хочет. Дальше уже просто нужно, чтобы произошло совпадение интересов. Причем, вы знаете, мы не только говорим о проектах на миллиарды леи, а мы представляем малый бизнес. По российским законам это бизнес, который оборот, малый и средний бизнес, это до 500 миллионов лей и численность до 250 человек. Но тоже могут быть проекты. Вот ко мне подходил предприниматель молдавский, он говорит, у меня сады 120 гектар, но мне не хватает капитала, чтобы купить современную технологию. Помогите мне найти такого человека, которому это может быть интересно. Я постараюсь ему помочь. Игорь Николаевич Дадон рассказывал интересную историю. Есть у него знакомый фермер, у него немного гектар, он производит вино и вся его продукция уже покупает один китайский ресторан вперед. Это небольшое предприятие, но китайский ресторан нашел такую фишку и на это вино приезжают китайские покупатели, потому что они знают, они верят в это качество вина, он сумел раскрутить этот бренд. И таких примеров может быть много на самом деле. Не обязательно быть крупным бизнесом, но найди своего покупателя и обеспечи ему качество и цену. И тогда ты можешь годами работать на этом. Это планирование, это перспектива, это все верно. У нас есть такие печальные примеры, когда предприниматели, сельхозпроизводители, разуверившись в будущее своего бизнеса, буквально своими руками вырубали собственные сады. Не так давно мои коллеги снимали репортаж о том, как один из садоводов слезами на глазах расставался с персиковым садом. Во-первых, у нас еще и урожай персиков колоссальный в этом году был. И он говорит, мне это девать некуда, просто-напросто сегодня в силу определенных и политических, и экономических причин. Эта земля нужна, а вот реализовать этот продукт я никак не могу. А в принципе выращено, создано со своими руками. У нас есть примеры, когда к нам приезжают, вот, кстати, из Франции, опять же, коллега моя снимала репортаж, и из Франции приехала семья. Он глава семьи француз, она представительница нашего прекрасного края, и вот уговорила его переехать в Молдавию. Они создали небольшую ферму и производят французские сыры здесь. И это тоже, знаете, как бы часть нашего внутреннего туризма, когда можно приехать в гости, отведать, пообщаться с этой семьей. И, но, вот, как бы, если уже в эту бочку меда каплем дегтя является то, что вот сами они сетуют на отсутствие, на селе, кстати, отсутствие людей, которые хотели бы работать. И даже вот они сейчас реставрируют школу в этом селе и привозят из Бельгии, из Франции добровольцев, которым и помогают. И я, ну, допустим, переживаний моих коллег-журналистов, об этом мы часто пишем, как будет решаться кадровый вопрос. Он сегодня в Молдавии достаточно ощутим. Ведь высокопрофессиональные люди, подготовленные люди нашли себя, достаточно активные люди, они нашли себя, ну, кто-то здесь, но в большинстве своем, опять же, за границей. Потому что были востребованы как инженеры, как строители, как, ну, педагогические работники. Но эта утрата кадров, она, ну, будем говорить, интенсивно, эффективно не устраняется. Здесь вот я, как, ну, допустим, один из руководителей, сталкиваюсь с этой проблемой, когда очень сложно найти, ну, подготовленного выпускника журфака. Нам приходится дальше с ним работать для того, чтобы он получил и опыт, и нужные навыки для этой профессии. Ну, не знаю, поднимался ли этот вопрос на форуме, потому что, наверное, тоже не самый, может быть, лучший момент для такого тесного диалога, тем не менее. Ну, вы знаете, лучший ответ, чтобы ситуация с кадрами улучшилась. Наверное, первое, нужно создать сектора роста в экономике, которые, прежде всего, экономически заставят вернуться тех людей, которые уехали. Смоделируя спрос на эти профессии. Да, вот я, помимо, мы сегодня много говорили о виноделии, о сельском хозяйстве. Давайте поговорим о туризме, к примеру. Ведь это же огромная отрасль, система образующая. В прошлом году, по-моему, туристов с России в Молдову посетило 300 тысяч. Это 8% от всего числа туристов, которые приехали в Республику Молдова. Для сравнения, у нас несколько миллионов россиян ежегодно посещают Грузию. А несколько миллионов россиян ежегодно посещают Чехию. А это ведь каждый человек, приезжая, ну, он минимум тратит, ну, 500 евро. Это потенциальный инвестор в сфере обслуживания. За выходные, да. А это к чему приведет? Это приведет к росту занятости. И не только там это питание, да, люди хотят кушать. Это рестораны, это гостиницы, это транспортные услуги. Музеи, в конце концов. И много интересных мест. Поднимутся музеи, да. И это налоги. И вот это тоже вопрос. А чем, собственно, ведь Кишинев ведь ничем не хуже, я думаю, Праги. Вот точно. Что из Москвы два с половиной часа лететь до Праги? Там уже россияне бывают, ну, там, по пять, по десять раз. Им уже интересно что-то другое. Можно прилететь в Кишинев. Ну, Карлов мост надо только осталось построить где-нибудь. Ну, знаете, фишки можно много делать. Вот можно новострои, новоделы так называемые восстанавливать. Ведь вот наши польские коллеги, они же фактически восстановили север Польши. Это все новодел. А теперь это места туризма. Из Калининграда россияне постоянно ездят на север Польши, потому что там есть что посмотреть. Пусть это даже и не памятники, скажем так, Средневековья. Это новодел, но это интересно. Хорошая цена, хорошие продукты, хороший сервис. Ведь в Молдове тоже хорошая цена, хорошие продукты. Но нужно выстроить логистические цепочки удобно. Точно нет языкового барьера. Вот это, кстати, тоже очень важно. Я не ожидал, тесно сказать, я первый раз о республике Молдова. Я не ожидал, что столько много людей говорит на русском языке. Это очень приятно, очень удобно. Поэтому нам нужно больше рассказывать о республике Молдова. Выстраивать очень недорогие, скажем так, перелеты, а дальше люди сами поедут. Ну почему нет? Москва 20 миллионов почти живет. Да, средняя там зарплата, ну, в Москве, наверное, 1000 евро, где-то так. В Москве. В среднем в России где-то 600, так это сколько людей только с Москвы может приехать. А у нас же и Санкт-Петербург, у нас Ростов-на-Дону, Краснодар. Везде могут быть прямые перелеты. Три миллиона россиян может спокойно приезжать в Молдову. Это, кстати, очень весомое замечание с вашей стороны. Потому что вот я, например, анализирую сказанное моим давним другом, виноделом. И одновременно он, кстати, снимался в российских сериалах. Там «Убойная сила» еще вот с режиссером Снежкиным. Вот он в свое время сказал, почему люблю путешествовать. Могу все потерять. Путешествия никто не отнимет. Понимаете, это настолько эмоционально заряжает человека. Я по себе знаю, что когда ты ждешь долгожданный отпуск, которым ты насытишь каким-то путешествием, ты заряжаешься определенной энергией для того, чтобы дальше реализовывать свои творческие, человеческие планы. И понимание этой человеческой природы, наверное, можно положить в основу туристического бизнеса. Это должны понимать мои сограждане, которые управляют туризмом здесь в Молдове. Я часто задавался вопросом, почему у нас не разве даже православный туризм. У нас очень много церквей. Это порядка 1200. Много не просто храмов, монастырей с достаточно глубокой историей. У нас, наверное, нет дуба, под которым не лежал, что я фанчелмари. Но, тем не менее, есть легенды. И этими легендами мы готовы делиться с хорошим стаканом вина, мамалыгой, красивым угощением. И это бы тоже привлекало бы, наверняка. Конечно. Я сегодняшний день начал с посещения храма православного кафедрального собора. Сегодня же день Рождества Пресвятой Богородицы. Наш общий праздник, с чем я всех поздравляю, православных жителей Молдовы. А, кстати, о первом нас вчера поздравил Игорь Николаевич Дадон. Он вчера, когда мы встречались с бизнесом, он первое, что сказал, я вас поздравляю. Завтра великий праздник. Вот. И в Молдове очень много православных. Поэтому поздравляю вас с праздником. Большинство верующих, они именно исповедуют православие. Вот это тоже восприженная культурная традиция. И приятно было. Видно, что это собор с историей, честно сказать. Такой внутри торжественный. Так что день сегодня у меня получился благостный. Спасибо. Хотелось бы вот еще о чем поговорить. Вы представляете достаточно крупное, большое объединение общественное и общероссийское объединение «Опора России». Вот немного об этом объединении. Кого она объединяет? Кто входит в состав «Опоры России?» Какими направлениями занимается эта организация? Что продвигает? Вот потенциал, в конце концов. «Опора России» можно о нас более подробно узнать, к примеру, на сайте. В двух словах понятно «Опора России». «Опора.ру». И что это? Это объединение малого бизнеса России. Мы 16 лет назад поняли, что малый бизнес по одиночке очень слаб. Ты не можешь противостоять, к примеру, естественной монополии, либо произволу какого-то чиновника. Ты не можешь выстроить диалог с банком, чтобы тебя не грабили по процентам и по другим платежам. И мы объединили активных предпринимателей России. А это было непросто, учитывая территорию. У нас 85 региональных отделений и 60 отраслевых комитетов и комиссий. Вот буквально неделю назад я был во Владивостоке, в море, еще неделю назад я был в Иваново, и вот каждую неделю я посещаю тот или иной регион Российской Федерации, потому что помимо того, что у нас общие ценности, процедуры, офисы, мы обязательно должны еще и поддерживать друг друга лично. Это позволяет быть защищенными на своей территории, это позволяет обмениваться лучшими практиками, тем более есть интернет, есть сейчас мобильное приложение «Опора России». Технологии 21 века позволяют коммуницировать достаточно быстро. Но нам бы хотелось найти такого же объединения и в Республике Молдова. Это будет очень эффективно. К примеру, вы хотите выйти на какой-то регион. Если мы с вами, у нас есть соглашение о сотрудничестве, у нас же там есть люди, там минимум 300 человек наших членов, мы можем сконтактировать, рассказать, можно ли с этим человеком иметь дело, какие выставки лучше посетить, а может какие-то бесполезные, потому что они не раскручены должным образом. В любом случае это сэкономит время и деньги и сделает общение, скажем так, более продуктивным и приятным. И сократить путь к результату. Да, чем самому прокладывать путь. Иногда, может быть, посмотреть вокруг, там рядом двери открыты и спокойно зайти на рынок с минимальными затратами. Если я правильно понимаю, то это объединение практически всех сфер бизнеса. Да, я говорил, что у нас 60 только отраслевых комитетов, это и строительство, и торговля, и сфера гостеприимства, производители лифтовой продукции. Вот, кстати, один из крупнейших российских производителей, Щербинский завод, он сейчас здесь приехал обсуждать как раз реконструкцию жилищно-коммунального хозяйства. А, знаете, малый бизнес настолько многолик, здесь и поставщики кормов для зверей, и производители шуб, и больше того, у нас даже очень серьезный комитет по женскому предпринимательству. Сейчас в России... Второй женский форум проходит... В Санкт-Петербурге, и у нас бы делегация была еще больше, и, может быть, даже прекраснее, но у нас очень много женщин уехало в Санкт-Петербург, там Владимир Владимирович Путин, там Валентина Ивановна Матвиенко, и девушки наши там сейчас зажигают, скажем так. Ну, мы наблюдаем, мы тоже делаем оттуда материалы, потому что вот на этом форуме и представлена Молдова Зина Петровна Гречана, и представитель партии социалистов Республики Молдова, вот из президентской команды, она как раз и находится сегодня там. Ну, это правильно, ведь, знаете, был такой сериал «Отчаянные домохозяйки», вот я не знаю, как в Молдове, а вот в России мы видим последние годы тренд, что девушки, женщины, им надоело сидеть дома, им надоело работать там, ну, скажем так, на госслужбе, они не хотят рутинной работы, они хотят какое-то творчество, они хотят график свободный, поэтому они с удовольствием сейчас интересуются малым бизнесом и идут в малый бизнес. У нас, вот если говорить про опору России, больше всего приходят последние годы именно женщины к нам в организацию. Они организуют свои какие-то форумы по индустрии красоты, там, это само по себе красиво, туда приходит, кстати, много мужчин, многие себе таким образом и семьи находят, поэтому женское предпринимательство – это серьезно, и к этому надо относиться очень внимательно, и мы как бизнес-объединение, конечно, оказываем максимальное содействие. Мы добились того, что там специальные кредитные продукты для созданных, мы помогаем им получать в аренду по льготным ставкам недвижимость. Ну, целая программа. Вы знаете, что вообще в понедельник в России, если будет принят национальный проект по малому и среднему предпринимательству, то беспрецедентная будет ситуация, когда на развитие малого и среднего бизнеса будет выделено в течение шести лет порядка больше ста миллиардов лей. В основном они, кстати, пойдут на льготные кредиты, на акселераторы, на платформы снабженческо-сбытовые, но и выделяются средства на популяризацию предпринимательской деятельности. Пору России, скорее всего, будет именно оператором этого проекта, то есть мы собираемся фильмы делать о предпринимательстве и мы собираемся в средних школах обязательный курс основного предпринимательства сделать, потому что экономическую активность делают люди, какой бы вы ни делали призывы, создавали свободные экономические зоны, но если в бизнес не придет по российским меркам миллионы новых людей, то никакого движения не будет. Люди должны поверить и прийти, каждый должен принести свою какую-то копеечку, свои знания, свою веру в то, что то, что он делает, оно будет успешным. И вот тогда происходит экономическое чудо, когда в тот или иной сектор экономики приходит масса новых игроков, пусть с небольшим, но капиталом, и все говорят, как же так, а вот так, люди поверили и пришли, но для этого нужно их туда привлечь. Это через разные каналы осуществляется. Это должна быть государственная политика. Конечно, да. Да, конечно. И вот тот форум, который сейчас проходит в Молдову, это один из звеньев вот этой цепи. В Молдове может произойти экономическое чудо, оно уже во многих странах проходило, но в бизнес, частный сектор, должны прийти очень много новых игроков, причем не только предприниматели отсюда, это, конечно, основа должна быть, но и предприниматели из других стран тоже, поверить в будущее Республики Молдова. Позволю себе такое литературное отвлечение. Мне кажется, что направление, которое вы занимаетесь, наверное, незаслуженно носит такую, знаете, добавочку малое предпринимательство, потому что, вот я, насколько знаю, ведь, наверное, основа любой экономики, вот это средний класс, средний класс, где большинство людей вовлечены в какие-то небольшие предприятия, но они активно работают на обслуживание других больших каких-то проектов. И поэтому вот это слово малое, но, наверное, необходимая добавка к этому, но тем не менее, это, наверное, все-таки не соответствует тому уровню тех задач, которые, в общем-то, стоят перед вами, которые вы выполняете. Мне кажется, такой, ну, я бы сказал бы, может быть, можно придумать другой эквивалент, наверное, нет? Сейчас не готов предложить, хотя сам вдруг затеял. Это аббревиатура просто, она пришла же к нам, кстати, SME, да, называешь когда Small Medium Entrepreneurship, тебя понимают везде, и в Китае, и в Японии, и в Америке, и в Европе. Поэтому так уже сложилась эта аббревиатура, она теперь международная. Но я вам хочу сказать, что не только мы думаем об этом. У нас в Петербурге на Санкт-Петербургском экономическом форуме по решению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина нулевой день специально отведен развитию малого-среднего бизнеса. Так вот, мы являемся соорганизаторами этого дня вместе с Росконгрессом. Я вам хочу сказать, что последние два года больше половины участников нашего форума — это иностранные делегации. В прошлом году было беспрецедентное участие арабских стран, в этом году очень много приехало европейцев, и они говорят, в частности, я буду цитировать немецкую ассоциацию малого-среднего бизнеса. Она говорит, тот уровень, на котором вы сегодня, малый бизнес, общаетесь с властью, нам нужно у вас учиться. Мы действительно хотим в ближайшие шесть лет сделать прорыв в развитии малого бизнеса в России. За четыре года российский малый бизнес, его доля в экономике, она выросла с 18% до 22%, но мы хотим 40%. Хотим 40% в течение ближайших шести-восьми лет. И это будет другая экономика. Ведь специфика еще России в чем? У нас есть «Газпром», у нас есть «Роснефт». Я понимаю, к примеру, некоторые страны, у них уже доля малого бизнеса давно, там за 50%, но поскольку там таких игроков даже нет, а мы-то вынуждены развиваться быстрее и динамичнее, чем, к примеру, наши титаны, титаны крупного бизнеса. Остается пожелать вам удачи. Александр Васильевич, вот под занавес нашей с вами беседы буквально несколько слов, вернемся к началу беседы, несколько слов о форуме, ощущение перспективы, поделитесь, каково оно, и что бы хотелось пожелать вашим коллегам с молдавской стороны, вот что хотелось бы пожелать тем, кто готов сегодня, ну не знаю, если уже пошел по этому пути малого бизнеса, продолжать этот путь, а кто-то, может быть, сейчас сделает выбор, вот ваше, так сказать, ваше напутствие. Я бы прежде всего оценил, насколько важно иметь самоидентичность, вот, мы последние годы много об этом думаем в России, кто мы, что мы, вот, находим свое понимание, в том числе исторических каких-то параллелей. Вот что такое Молдавия для молдаван? За счет чего вы можете динамично развиваться, гордиться своей страной? А у вас действительно уникальное место расположения и культурно, и технологии, которые вы владеете, компетенции, и именно на этой базе и развиваться. Мы вот у себя в стране, мы же, так же, как и вы, потеряли очень много рынков в свое время, из-за иллюзий каких-то вот в 90-е годы. Россия потеряла 50% рынков в 90-е годы, потому что у нас была иллюзия, что придет какой-то дядя, все за нас сделает. Откроет дверь и скажет, вот оно. Да, вот они, поток полился инвестиций, а на самом деле нас просто кое-где, используя нашу, может быть, доверчивость, нас просто подвинули с ряда рынков, заставили принять решения, которые прямо вредили российскому производителю. А сейчас мы очень стали более практичными, мы не будем себя стрелять в ногу, не будем там, если против нас там, допустим, какие-то вводят санкции, мы точно сто раз посчитаем, и мы не будем на зло дяди отмораживать себе уши. Вот, поэтому принимать решение, ценить партнеров, ценить партнеров, не покидать те рынки, на которых мы всегда работали. Зачем мы их бросаем? Туда придет завтра другие люди, и будет очень тяжело туда вернуться. Я вот сам вырос в небольшом городе на Урале, в моем городе жило 15 тысяч человек всего, но два завода, которые были, они оба экспортировали, один экономайзеры производил и экспортировал в 60 стран мира, а другой технический камни для часов экспортировал тоже порядка столько же стран. Потом мы развалили большой рынок свой, потеряли те рынки. Благосостояние вот в моем городе население уменьшилось, наверное, в четыре раза. А у нас не хватило ума быть мудрыми, хитрыми и опираться, во-первых, на свою историю, культуру, но и ценить своих партнеров. Ведь кто-то покупал нашу продукцию. Почему мы бросили это? Для чего? Во что мы поверили? У нас все было и есть. И вот нужно обязательно опираться на свой жизненный опыт, на свою культуру, идентичность и ценить тех людей, которые у тебя много лет партнеры. Прежде всего, кто доверяет тебе и доверяет твоим площадкам там, доверяет твоим брендам, которые ты производишь, знает их. Вот мы сейчас во многом в Российской Федерации переосмыслили и поступаем уже опираясь на тот жизненный опыт и тех партнеров, которые у нас есть, в том числе вот Республика Молдова, конечно. Спасибо вам большое за этот разговор. Финал оказался таким глубоким, даже, наверное, не представляете, насколько ценен ваш совет для нас, граждан Молдовы, когда страна, раздираемая вот этими вот противоречиями, связанными, а кто я, молдаванин или... И сегодня за всем этим стоит как раз интенсивное давление на предмет разрушения нашей идентичности граждан Молдовы, когда сам молдаванин, носитель молдавского языка, носитель молдавских традиций, вдруг решил, что он, например, уже не молдаванин. И это страшно. Это отвлекает его от сути человеческой, как ты будешь дальше жить, с чем и для чего, и в чем твое предназначение. Поиск этого предназначения будет затерян в годах жизни и бесплодным. И вот это проблема уже для государства. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Желаю вам удачи на этом форуме и будем с удовольствием ждать вас в Молдавии, в нашей студии. И просто приезжайте в гости. Благодарю вас. Обязательно приеду. Я почувствовал теплоту и гостеприимство наших молдавских друзей. Обязательно привезу сюда семью. Да, а мы вас угостим хорошим молдавским виноватом. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был президент Общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас.